Цель создания крылатой ракеты Jint Fire Support Missile GFSM для ракетных комплексов HIMARS и М270 заключается в увеличении дальности действия этих пусков их установок, аналогично компании Lockheed Martin, разрабатывающей в США ракету дальнего действия PRSM. Однако подход MBDA, точнее немецкого подразделения этого конгломерата, совершенно иной и, проще говоря, более интересный. Ее габаритная длина составляет 2,6 метра, размах складных крыльев 1,5 метра, стартовый вес 250-300 килограмм. Кроме того, в ней активно используются технологии малозаметности, а корпус имеет довольно футуристическую форму. Эти размеры также позволяют устанавливать 2 GFSM на HIMARS и 4 на М270, как и PRSM. В сочетании с малой высотой полета, она обладает значительным потенциалом для прорыва ПВО, особенно если учесть, что GFSM может обходить зоны развертывания ЗРК, что невозможно для баллистических ракет. Ее боевая мощь достаточно для уничтожения стандартной инфраструктуры, но не тяжело бронированных бункеров. Согласно документации, боеголовка обычно составляет до 30% от массы снаряда. Это означает, что ее вес примерно такой же, как у ракеты GMLRS. Однако боевая часть может быть уменьшена за счет добавления комплексов РЭП, атакующих другие системы, прежде всего зенитно-ракетные. Или наоборот, блоков радиотехнической разведки для получения дополнительной информации о противнике. Как правило, ракеты создаются не только для разведки. За цель отвечает целый современный комплекс систем. Инерциальные системы, спутниковая навигация на ТРК и маршевых участках, распознавание объектов и пассивная инфракрасная головка самонаведения на терминале. Также существует возможность перенацеливания ракеты после старта и отмены задания в полете. Ракета должна безопасно входить в зону действия противовоздушной обороны противника, выявлять потенциальные цели к моменту своего обнаружения и замечать новые угрозы, в достаточные для их нейтрализации сроки. Для этого GFSM будет активно маневрировать, скрываясь за естественными изгибами ландшафта, чтобы запутать ПВО и скрыть позицию запуска. Касательно дальности, то на данный момент она установлена на уровне 499 километров, что обусловлено конвенцией о ликвидации ракет средней и малой дальности, действия которой хотя уже и закончилась. Несмотря на активное использование готовых компонентов, срок готовности по-прежнему составляет 3-5 лет. Создание нового вооружения для HIMARS начинает набирать очертания и может стать новым стандартом для вооружения. Такой подход очень интересен тем, что он унифицирует и расширяет возможности существующего оружия. В отличие от создания различных отдельных систем с разными командными машинами, пусковыми и установками, машинами заряжания и другой инфраструктурой.